Всем привет, с вами Влад. Это небольшой трейлер к этому каналу. Новым зрителям, которые еще не подписаны на этот канал или смотрят его впервые, хочу сказать, что я здесь снимаю много различных роликов на сервере Майнбарс. Например, эксперименты с новыми функциями сервера, полные проверки доната на 30 минут с тайм-кодами, обзор новинок, короткие или длинные сюжетные ролики и много чего еще. Я могу также снять ролик и на другом любом сервере, но пока что меня больше интересует именно Майнбарс. Так что трейлер будет актуальным до того момента, пока я не заброшу сервер. Если что, сам сервер не мой. Ну и чтобы это видео не было слишком коротким, я поиграю в Бедварс и отвечу на некоторые вопросы от своих подписчиков. Сделаем небольшое видео вопрос-ответ. Приступаем ко второй части видео. Если что, я снимаю на сервере Майнбарс. Это видео я снял в 144 фпс. Вы, наверное, заметили, как плавно стало идти видео. Я играю 1 против 7 человек, даже, да, минус 2 команды уже. Здравствуйте, Владислав. Есть ли у вас роман на сервере? Если есть, то с кем? На самом деле, у меня сейчас никаких романов нет. Он имеет в виду любовь. У меня такого нету. Я продвигаю активно дискорд-сервера. Мой и еще один. Я позже скажу, какой именно. Так что мне вообще не до этого. Я очень хочу снимать видеоролики на свой ютуб-канал. Вопрос номер 2. С какими ютуберами ты знаком? Вообще, 2 года назад я чисто случайно подружился с Давидом Раменским. Он также снимает видеоролики на Майнбарс. Я думаю, вы его также когда-нибудь смотрели и прямо сейчас смотрите, наверное. А также я познакомился с Рудой и с Никитой Бергом. Я это сделал тоже, ну, так скажем, не по случайности. Я создал дискорд-сервер для Давида Раменского. Вот, я это имел в виду. Я там все очень красиво все оформил. Даже его оценили ютуберы. Они сказали, что сделано все очень даже неплохо. Я успел пообщаться немножечко с Рудой и с Никитой Бергом. Я надеюсь, что я стану хорошим другом, помощником. Возможно, что-то такое в ближайшем будущем. Будет ли ролик с более известными ютуберами? Скорее всего, да. С Давидом Раменским я засниму один небольшой коллаб. Это будет уже скоро. Если что, я все в дискорд-сервере пропиарю. Ссылка будет в описании. Моего противника сломать кровать надо. Прямо сейчас, думаю. Погнали быстренько к нему. Если бы отправился в прошлое, какой захотел в год, на что бы ты изменил? На самом деле, я упал. На самом деле, я бы много чего изменил. Потому что я снимаю 5 лет уже видеоролики на свой канал. У меня могло быть уже намного больше подписчиков, чем сейчас я имею. Я доволен своим каналом. То, что он вообще существует. То, что я его продвигаю. Ладно, окей. Попыточка номер 2. Давайте зарашим этого человека. У него, кстати, крутая броня. Надо сейчас аккуратненько его зарашить. Так, все, я сломал. Все, я сломал. Отлично, отлично. Его осталось только скинуть. Давай, давай, давай. Я его не убил, но зато я сломал кроватку. Давайте сейчас его быстренько зарашим. Планируешь ли ты что-то крутое, что никто не ожидает, снять на YouTube-канал? Наверное, да. Я уже ответил на вопрос, будет ли ролик с более известными ютуберами. Так что я скажу да. Мне надо уничтожить этого человека. Он меня убил. Окей, погнали к нему. Следующий вопрос. Привет, Влад. Во сколько лет у тебя появилась мысль завести свой YouTube-канал? Вообще, 5 лет назад я начал снимать свои первые видеоролики. Так что мне было где-то, наверное, 10 лет. Очень было круто. Чувак, походу, решил слиться. Здесь чувака, по всей видимости, нет. Он решил сразу суициднуться. А если я неправильно понимаю, то мне хана. Также меня могут прямо сейчас зарашить. Это будет очень плохо. Может быть, я еще и выживу. Сейчас куплю меч покруче, чтобы меня не убивали. Следующий вопрос. Была ли у тебя мысль забросить YouTube? Если да, то почему? Вообще, я думаю, что у каждого ютубера всегда была такая мысль. Потому что, ну, бывают такие моменты, когда у тебя активность просто ужасная. Наверное, лучше забросить YouTube, потому что тебя никто не смотрит. У меня такое было. Я думаю, оно было у всех ютуберов. Как видите, я еще не забросил канал. Я до сих пор снимаю качественные видеоролики с более-менее хорошим микрофоном. Ну, вообще, мой микрофон это телефон. Так что вот так вот. Я его даже никак не обрабатываю. Привет, Влад. Как дела, когда новое видео? Анти-грифер-шоу. Фрэш с грифом, где слава 0.5 будет грифером и будет орать, как дебил. Хороший вопрос. Никогда. Но, может быть, что-то в будущем изменится. Ооо, минус моя кроватка. Анима. Я так понимаю, здесь надо очень слабо кликать, потому что сервак очень, на самом деле, лаганный. Зеленый человек сломал прямо сейчас мою кроватку. Я надеюсь, что сейчас я не умру, когда буду с ним файтиться. А нет, лучше не надо. Лучше не надо, потому что сервак лагает. А пока что последующий вопрос. Будешь ли ты создавать свой сервер? Если будешь, могу помочь постройке спас и быть билдером, немного бы настраивать плагины. Вообще, у меня был свой сервак. Я снимал раньше ивенты. Я немножко копировал видеоролики у Фуфы. Вот так. Опа, минус кроватка у кого-то. Так, я его просто скину, окей? Все, минус один. Но, к сожалению, у него кроватка еще есть. У меня был свой сервер, повторяюсь, да? Я на нем перестал снимать, потому что активности там особо-то и не было. Никто не подписывался на мой канал, когда я снимал такие видео. Да еще и за хостинг надо было платить там деньги. Ну, вы сами все понимаете. Следующий вопрос. Буква В. Ну, в принципе, я добавлю просто три буквы ЛАД. И приступаем к следующему вопросу. Так, а подождите. Нет, нет, не приступаем. У меня тут, походу, сейчас внезапно файт начнется. Так, окей. Так, 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 так. Я специально слабо кликаю, чтобы его убить. Все, я его убил. У меня тут, походу, еще один человек на файт идет. Он мне пытается убить луком? Чего? Так, алмазка. Алмазка. У меня сейчас может быть алмазная броня. Окей, окей. Следующий вопрос. Тяжело ли снимать видео? На самом деле, не тяжело. Я просто снимаю часа два. Монтирую это все, вырезаю где-то в минут 15-10. А может даже и меньше. Самое сложное, это монтаж. Потому что очень много всего я вставляю в свое видео. Каждую секунду происходит какая-то хрень. Конкретно в этом видео, наверное, монтажа будет поменьше, чем в остальных. Но так, в основном, это такое среднее. То есть, это и не тяжело, и не просто прям. Мне лучше сейчас использоваться этим топором в качестве основного оружия. У меня уже есть алмазка. То есть, я уже самый крутой. Хорошо, все. Это уже самый крутой сет у меня получается. Давай сейчас быстрее купим яблоки. Почему Влад перестал снимать и стримить другие игры по типу CSGO или Game3Dash? Потому что, народ, я снимаю Майнкрафт. Это сразу видно. Если я сниму другую игру, то активность резко упадет. Ну, не сразу прям резко. Конкретно, у меня канал посвящен Майнкрафту. Меня смотрят в основном Майнкрафтеры. У меня просто упадет онлайн. Сразу говорю, что это произойдет скорее всего. Окей, прыгаем. Сейчас зарашим быстренько этого человека. Минус синий. Все, у нас минус синий. Будешь ли ты играть на других серверах? Пока что я не планирую это делать, потому что мне более-менее устраивает Майнбарс. Там, на самом деле, очень даже много всего крутого. Если что, мне никто не платит. Мне реально просто нравится этот сервер. Вообще, в будущем, может быть, я перейду. Если это будет непопулярно, если Майнбарс уже станет вообще ужасным. Пока что я имею самую выгодную позицию. У меня эффективность, крутая броня, защита и все это. Я даже не знаю, на что мне потратить ресурсы. Я вообще не шарю, что здесь лучше всего купить, что здесь выгодно. Ну, давайте я куплю лук, стрелы. Это были все вопросы. Все, это все вопросы, в принципе, да. Давайте сейчас быстренько просто доиграем карточку, потому что остается только зеленая тима. Напоминаю, кровати вообще нету. Фух. Тихо, 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 тихо. Меня начинает рашить сразу два человека. Валим, валим, сразу валим. Сейчас у меня очень сложная позиция. Я даже не знаю, что мне делать вообще. У меня нет кровати, на меня начинает сразу два человека лезть. Так, сейчас главное не слиться. У меня тоже вроде как есть лук. Просто механика лука, это просто отдельное искусство. У меня, на самом деле, очень крутая и выгодная броня. Так что, если они сразу двое будут меня рашить, это будет очень плохо. Окей, все, все. Так, надо валить, надо валить. Я даже не знаю, что мне делать. Я очень давно не играл в Бэдварс. У меня прямо сейчас есть шанс их скинуть вот прямо отсюда. Давай. О, минус один, все. У меня остался только зеленый. Кровать зеленого остается только ее найти и сломать, а теперь добить просто зеленого. И если сейчас пройдет какой-то пролаг, это будет просто ужасно. Я умру и все. Вообще не вижу. Я, наверное, все-таки просто пропустил. Он уже там на своей базе, да, получается. Да! Он просто решил выйти, да? Все, то есть это победа. Я уже был готов его зарашить. Давайте просто поставим тинтишку, чтобы для красоты было. В принципе, на этом все. Это был трейлер канала Вариславич. Я ответил на все ваши вопросы, которые вы успели задать в дискорд-сервере. Всем удачи, всем пока. Это был еще раз трейлер. Так, подписывайтесь на канал, вступайте в мой дискорд-сервак. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok